Миром приветствую Игнатий Тихонович! С миром принимаем Юрий! Ну что ж, у меня к вам такой вопрос, как мне кажется он интересный, во всяком случае для меня, но так как я всегда готовлю вопросы под вопросы, но задаю вам первые вопросы, вы как будто зная под вопросы отвечаете и на все прочие, вперед уже вопросы, поэтому я постараюсь такой же объемный один вопрос задать, но там уж если что-то останется не освещенным, тогда задам. Вот на этом уровне подачу, отклонись назад, вот так вот, а то она экран весь занимает и повыше чуть-чуть, чтобы опустилась верхняя планка, вот так, а то вверху пустота, а внизу бороды не видать. Вверху подняться. Так, слушаю. Что-то замкнуло, что ли? Есть такой известный анекдот, может ли сын майора стать генералом? Может, но вряд ли, потому что у генерала есть свои дети? Вопрос, в общем-то, о начальствующих. Вот что такое начальствующие? И, собственно говоря, здесь следом еще одна известная поговорка, выражение, идиома можно назвать по-разному. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Вот как это понимать, и насколько это справедливо во свете Библии. То есть, с одной стороны, Господь говорит, кто хочет быть первым, кто хочет быть выше, стань слугой. С другой стороны, апостол Павел говорит, если, подразумевая то же самое, добиться цели, выигрывает только первый бегущий на ресталище. Также он говорит, что среди вас могут быть разномыслия, чтобы вы явились искуснейшие. Ну и, собственно говоря, это применительно к начальству. Понятно, что и наш уважаемый президент родился не президентом, и патриарх тоже родился не патриархом. Тоже в некотором смысле это были рядовые люди, солдаты, которые в конечном итоге стали теми, кем стали. Вот, собственно говоря, если обозначить некий лейтмотив нашей беседы, то он такой. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом во свете Святой Библии. Что сказать на это? Одно дело, знание, я вот, допустим, знаю, считал где-то, и другое дело, какой опыт. Я могу подводить итог, потому что 10 июня, вот в следующем, уже 19-м году, мне будет ровно 80 лет. Значит, я насмотрелся на тех, которые хотят быть, которые не хотят, а которым трин-трова. Так вот, я никогда не хотел, о себе скажу, никогда. У нас в природе никого начальника не было. Отец пастух, мать доярка. Мы дальше не поднимались. И отец сильно надеялся, что я учился хорошо, легко мне давалось, просто играющий учился. И он думал, что я буду начальником, и остальных детей как-то буду поднимать, тащить. И на меня старший брат тоже даже ругался. Дескать, мы так надеялись, что хоть один у нас в семье будет начальник. Я написал стихотворение. К отцу. Ну, это давно было. Как в басне. Надо в наш беде случиться. Служить греху смертельно я устал. В мечтах меня ты видел коммунистом, а я нашел воскресшего Христа. Вот в этом все заключается. Вот в этом маленьком куплетике. Согласно Слову Божию, все сказали правильно. Но при мудрости Соломона, говорится, и будет строгое взыскание с начальствующих. Начальник никак. А я не знал. Ты для того и начальник, ты для того и освобожден от такой работы, рутиной, чтобы уметь поставить остальных на это место. Ну, кем у нас самые большие? Две должности самые большие. Я не говорю там военный, министр обороны и прочее. Это все под президентом. И наши все благочины, митрополиты, это все под патриархом. Вот две знаковые фигуры, как они говорят, скрепа государственная, православная церковь. Вот я могу сказать только о них. Президент. Ну, если бы я думал, мечтал, тогда бы дело другое. А я наоборот, будучи прорабом, потерял все и ничего нет. Я на стройке работал печником. То есть грязнее работы нет. Я себя называл всегда ассанизатором. Но вспоминается изречение Анна Златоуста. У славы, говорит, есть необыкновенное свойство. Чем сильнее за ней гонятся, за славой, за должностью, тем она быстрее от него убегает. А если ты от нее убегаешь, она тебя все равно достигнет, догонит и венец тебе наденет. Вот у меня второй вариант всегда был. В армию пришел. Я никогда не думал, что в армии мне так легко будет. Я спортивный очень был, занимался, послушанием. Все было. Сразу поставили старшиной. Это младший сержант, сержант, старший сержант. Минует три звания, меня сразу перекинули. А дальше нельзя уже никак. Это потолок. Я не имею офицерского звания где-то. И одна такая должность была на весь Дальний Восток. Меня избрал Господь на это дело. И как, то, что я сейчас сделаю, смотритель, смотрящий, как говорят у некоторых людей, техник, смотритель воинских зданий, ракетных войск Дальнего Востока. Ездить по городам, где воинские части, узнавать, какое жилье у офицеров, давать доклад, описание, очередь на квартиру поставить, какой ремонт сделать. Я не знаю, сейчас есть или нет. У меня увольнительная была. Мне ее выписывали в январе до 31 декабря. Она одна такая должность была, вообще другой больше не было. И сегодня я рассказываю, никто не верит. То есть, вот пример. Я не хотел, но хотел дальше. Но все время уже молился, если тебе, Господи, угодно. Теперь вот о патриархе. Мне даже задавали, говорят, вот вы так видите недостатки, такая у вас община, ну, и внешняя. Вот были бы патриархом, что бы вы сделали? Я даю ответ такой. Самое первое, что бы сделал, прекратить строительство храмов. Нигде ничего не строить, уже настроено поза глаза. И сразу же рассчитаться с теми, кто давал деньги, где проценты идут. Рассчитаться. Люди скажут, ой-ой, как это там, то хорошо, то плохо. А дальше сразу же образовать тысячу училищ. Притом срок один день. Все скажут, да невероятно. А я вот не патриарх, а я уже заранее договорился. Я поехал в Москву. Всесоюзный совет евангельских христиан, баптистов, всех Б. Я говорю, у вас есть такие люди, из ваших, из баптистов, которым вы доверяете, не пьют, не курят, не блудят и прочее. У нас много таких. А есть такие братья, которые любят Слово Божие. Да у нас все любят. Но я их сначала испытал так. А есть такие, которые хотели бы православным преподавать, чтобы они любили Бога, любили Библию, но православие не покидали. Ну, сколько угодно. Так, а что? Меня патриархом избрали, я говорю. И мне нужно тысячу таких. Ой, мы сейчас, говорят, дадим звонок, и мы отовсюду. А из-за границы можно? Наши русские там есть, говорят, можно. Все, тысяча, училища. А у нас помещений хватает где-то. Тысячу. Каждого под расписку. Не трогать ни иконы, ничего. Научить любить Библию и любить Слово Божие. И Христа. Кто не любит Господа Иисуса Христа, Маранав, Анапима. Анапима первая, она на православных. Любит-то что? Матрону, там другое, чтобы дочь выдать замуж. Христа не знают совсем. Это Смирнов говорит об этом. Ткачев говорит. Андрей. Ну, это и так понятно. Я могу подтвердить. Да, так. И второе. Они Библию не знают. И поэтому Галатам 1 глава 8-9 стих для православных. Если мы, мы, или ангел с неба придет, будет говорить не то, а Анапима. Как говорил, еще раз говорю об этом. То есть две Анапимы, обе против православных. Мы хотим эти Анапимы снять. Вы согласны преподавать? Платить мы ничего не можем, у нас ничего нет, мы бедные. Да нет, мы бесплатные. Там то другое. Занятие сколько? Теперь мы говорим часы. Как проще? У нас на занятиях, которые будут ходить, я по трех приказываю всем женщинам надеть платки, чтобы ни одной волосинки не было. Пример мусульманки. Указ издал, священникам, кто не научит, я сразу уберу, даже этого не можете. Наденьте платки на них. Сразу архиереям будете запрещены, и на этом конец. Вы не вернетесь людей портить больше. Ну а дальше уже учат, уже без меня. Ему программу уже заранее написал. Не просто там православная культура, как некоторые там пытались в школах. Не надо. Живое слово Божие его никто не запрещал. Притом это не в школах государственных. Там они правильно взвинетились-то. У нас дети не верующие. Почему они должны стоять в коридоре? Так. И дальше. Ну а дальше я говорю, надо теперь с этими разобраться. Кто крещен, кто нет. Крещение только полное погружение. Апостольское 50-е правило. И если они этого не делают, или делали под запрет. Вот тут была паника. Крещение всех почти надо. Они не крещеные. А как теперь нам быть? Креститься. Креститься, оставайтесь на своих должностях. Дальше будем разбираться. Значит, вчерашнее ваше поведение, не тепло-хладное даже, а никакое гнилое. Кончилось. Я знаю, чем это кончится. К вечеру, после всех этих реформ, а никаких реформ, мне нужно заранее было найти где-то место, куда спрятаться. Самая страшная в государстве мафия церковная. А так комсомольская правда писала. В сравнении с этой мафией, там Дед Хасан, Япончик, там Иванчиков, первоклашки. Что они делают? Они что угодно, через причастие могут отравить. Это в житиях святых написано. В житиях. Когда Мартина хотели отравить, а ворон прилетел, просвору взял и утащил, в пустыню бросил. Они ни перед чем не останавливаются. Они будут клеветать сергианцы. Патриархия образована Сталином и Берем в сентябре 1343 года. Для того, чтобы поднять народ, патриотизм, победу одержать. А теперь с иконой летали вокруг, Илья в гор ливийских. Всё это выдумка. Ещё этого не было. Сказки прекратить. Но дальше священников переучивать надо, чтобы любили Библию и Слово Божие. А на другом у нас не спросится. Эпиграф Евангелия Теана 1248. Я вас не сужу. Слово, которое я говорю. Не кто сказал это там какой-то. А я говорю. Бог говорит с большой буквы. Оно будет судить вас. Вы верите в это? Нет? Не верите? Уходите. Подавайте заявление или будьте запрещены. Вы и так тут набедокурили сколько. То есть за один день можно сделать всё это. А у нас сейчас, считай, с 91-го года, уже 27 лет и ничего нет. Я как патриарх. Я патриархом никогда не был. Меня переодевали в священник. Вот я поехал в Америку. Даже сюда, в Патеряевку, приехал епископ. Вы должны поехать с священником. Давайте я вас в руку положу. Нет. Я никак. Меня не один раз сватывали. За столом в синоде сидели. Так же самое. Я бы давно епископом был даже. И жена в монастыре была бы. Нет. Единственное, у меня сан – это чтец. Как уезда, чтец. А для чего? Чтобы я и при архиереях мог говорить проповедь в храме. Вот и всё. То есть я не хочу этим быть. Советником. Да, я бы стал. Но советник такой, чтобы по моему совету других советников убрали. Это вот я прихожу на разваленной церковной жизни. Её нет. Сразу дал бы указание. Скажите, какие у вас данные? Патриарх умер, его нет. Переизбрание. И моя кандидатура на первом месте. Я это всё показываю, как ответить. Чтобы реально было. Я реально представляю картину. Архиереи все собрались. Признаёте, что я патриарх над вами или нет? Не признаю, значит, подавать в отставку. Я с вами работать не могу. Изберём других на их место. Никто не уйдёт. Дальше. Вы считаетесь православными? В воскресенье из мёртвых верите? Под расписку. Каноны нужны? Под расписку ни одного правила. Показать все нарушения. И женщин в алтаре, монашки, чтобы ни одной не было нигде. По порядку. Если вы не учите, то и то с вами будет. Шестой Вселенский Собор. Девятнадцатое правило заучите. Шестой Вселенский Собор. Четырнадцатого, пятнадцатого. Раньше тридцати лет, кто рукоположен, запрещается. Вот тут, понятно, к вечеру они бы меня, говорят, истребили. Ну, можно было взять так охрану, хотя бы тысячи полторы, выпросить. У какого-нибудь Обама, Клинтона или свои. У него столько было охранников. Что бы сказать, у Ельцина меньше было, 750 только. К телу его приставлено. Так было бы, по-другому никак. Если это ваши православные, вы всё время говорили, 85% населения России православные. Оденьте платки, чтобы ни на одной женщине больше не было виноволос. Смотрите на мусульманок. Да мы... Так, кто против? Ну и дальше только разобрался. Я вернусь к этой теме. Второе, президентам. Первое, что бы вы сделали? В первую очередь, я бы рассказал события. Во сне кто-то видел, или как называют анекдоты, я не люблю это слово. Заседает Дума, там их половина нету. Кто-то спит, сидит там, показывает, всё время снимает. Жириновский там, пыль поднимает им. И вдруг заходит Сталин. Все соскочили в ладоши. Иосиф Пистарионович, как мы рады вам. Мы вас избираем сейчас. Так, подождите избирать. Перед тем, как избирать, вы должны выполнить моё слово. Какое? А почему зал пустой? Как почему? Ну это у кого-то... Никаких это! Все должны сидеть и работать. Найти, где они есть. Отнять у них зарплату за то, что получали. И выгнать. Всё. И поставить на учёт. А потом... Вы поголосуйте, что меня слушаетесь. Все подняли руки? Конечно. Так, первое. Всюду, думаю, расстрелять. В Белый дом покрасить зелёный свет. Можно вопрос? Можно. А почему в зелёный, товарищи? Благодарю, что по первому вопросу вопросов нет. Что расстрелять, это все давно знают. И дальше что? Вот этот саммит устроить в Москве. Попросить китайских приехать не одним, а с советниками своими. И по порядку. Всех, которые знакомы. Буквально ООН дома устроить. Приехали бы. Как кормят же здесь, хорошо. Приехали бы. Теперь обязательно позвать Невзорова, Александра Глебовича и всех, которые сегодня нападают на православие, которые там эритики, Германа Стерлигова. Всех собрать. Почему? Нам нужно, чтобы посоветовали, что реально мы можем начать делать. У нас страна многонациональная. Так. Ну а вы-то как президент уже избранный, вы какие-то отдаёте предложения? Да, я отдаю. Первое. Собрать всех, кого я сказал. Чтобы были мусульмане. Ирак, Иран, Саудовская Аравия, Тунис. Всех собрать. Потому что у нас много мусульман. Мы сегодня должны прийти к тому, что мы можем принять, а остальных мы посадим, бесплатно отвезём домой. У меня программа очень чёткая. Ну и как? Ну, впрочем, я скажу. Самый близкий для меня будет там Рамзан Кадыров. Я заранее вам говорю. И когда нужно что делать, я буду показывать. Он глава администрации. Он отменил слово президент. Он подал первый раз. Какие президенты? У нас один есть, Владимир Владимирович. И далее. Посмотри, у него сидят, когда там заседание. Женщины все в платках одеты. У нас ни одной нет в платках. Нам не надо это. Они не молятся. Платок это прикрытие головы. Он единственной стране запретил аборты. Речь идёт, что за время перестройки, новой уже, перестройки, 120 миллионов абортов. Это государство. Это Франция и Германия по раздельности. Мы что делаем-то? Значит, аборт приравенится к убийству. Убийство, значит, не надо мне никаких, там, какие-то моратории придумал Ельцин. Мы вводим закон. Так, китайские товарищи, сколько у вас населения? Ну, мы говорим, полтора миллиарда. А в действительности? Ну, в действительности, маленько больше двух миллиардов. Так. Скажите, у вас за вратство что делают? У нас расстреливают. Как вы считаете в Думе? Пройдёт это или нет? Я ничего не говорю. Просто оповестить. Коррупционеры всех расстреливают. А вы, мы знаем, говорят, Россия самая коррупционная страна. Так, у вас сколько миллиардеров получилось за последнее время? За одну ночь были? Ни одного нету. А у нас за каждый год 100 миллиардеров. Почему? Потому что Абрамовичи дети. Они работать не будут. И поэтому пенсию резать, своровать у народа надо. Всё разобрать как? А скажите, вы верите, что нашу страну можно поднять? Все говорят, да пробовали никак. А в мировой истории было такое, чтобы из развалин поднять страну? Да было только один раз. Где? В Германии. 33-й год. В 33-м году войны не было. Никого не трогали. Там под именем Адольфа пришёл один и сделал самой передовой державой в мире. Скажите, мы можем это сделать или нет? Нет, нужен диктатор. Я не могу диктатором. Я хотел вам сказать, что я президент на один день. Я добровольно завтра ухожу. Я просто вам даю совет, кого избрать. Это я уже как президент говорю им. Мне не надо, я за этим не гнался, я не достоин этого и прочее. Я своей душой буду заниматься. Теперь я по порядку всех расспрашиваю критиканов. Что вы, почему? Да у вас попы там, взяточники. Так, деньги убрать. Включается божественная десятина, и чтобы ничего больше не было. Не ходить с тарелкой, никаких ничего. Ящики на стене, кто подойдёт? Если это православное, чтобы как? А научитесь, как потеряевки, я скажу, вот. Какой порядок, с места не шагнут, за три, за семь минут зашли в храм, полная тишина. Далее двери закрываются. И заходят только тогда оглашенные, и зайдите, чтобы ни одного не было. Это надо включить. Это всё соединяется с государством. Те люди будут работать как надо. Ну а конкретно, на один день вы какие указы всё-таки дали, чтобы ваша память осталась? Я бы сказал, срубить всех полицейских, лежачих, которые... Все до одной, которые наляпали. Сколько беды через это. Ночью машина не видит, школа рядом. А они так несутся и несутся. Она там подбрасывает, ломает машину. Убрать. Их никогда не было в России. Почему не делать такие-такие государства? Думали этим остановить. Это надо тогда всю дорогу делать ребристой. Всю. Ну и как один банк сделали на болоте, и дорога ребристая. Оттуда если сигнал, то никто не уедет. Им не уехать. Он должен медленно, на скорости 2,5 километра. И переезжать. То есть вот это первое. Убрать. Трудное задание? Нетрудное. Всё, к этому не возвращайтесь. Это чётко и ясно. А кого бы хотели президентом? Страна православная. Может быть и православного, я не настаиваю. А может быть в этой стране, она только называется православная. Может быть мусульманин. Но только полная свобода вероисповедания. Суды все перешерстить. Прокурором ни одного, чтобы не было атеиста безбожника. В прокуратуру, в суды, арбитражи и другие ставить только того, кто верит в суд Божий, и что за неправедное осуждение он будет сам осужден. Истинно верующих найти с юридическим образованием, всё как есть. Не так, что я верующий, не пойдёт до сегодняшнего дня, которые были неверующие, вы видели, всех убрать. И разобрать их дела, которые они судили. В свидетели люди безбожники не принимаются. Верите им закон. Это я узнал из газет. Там случилось несчастье где-то и стали спрашивать, как, что, и советское вызвали. Вероисповедание, там, католик пишет, протестант. А он говорит, а я атеист. Она говорит, а что это такое? Ну, в Бога не верит. Не верит. Она сразу, ну, нет, у нас не принимают свидетели. Он может соврать, он Бога не боится. О! Суды заменить надо немедленно. Истинно верующих православных, баптистов, католиков, мусульман, буддистов, которые знают, что на суде Божьем они за это ответят. Неужели это трудно вам это сделать? Все сказали, да нет, трудно. Да оставайтесь президентом. Нет. У меня на это не таланта, ничего нет. Но я все время рассуждал, почему они это не делают. Далее. Какая приоритетная область в государстве у нас? Ну, ну, та, что там это. Чуть не кибернетика. Я и говорю, нет. Три самые важные отрасли. В раю что было? Пища. Одеяния даже не было. Первое, это сельское хозяйство. Снимите все налоги. Не так, что муха прилетела, села на свинью. А у нее свиной гриб. Поуничтожали это, честно. А эти большие, то они там теперь любые цены наворачивают. Это Жириновский об этом говорил недавно. Вот это обман. А то выжигать надо хозяйство, то другое. Кто это делал? На санэпидемстанции все запретить. Ногами даже, говорится, шагать сюда. Должна быть действительно настоящая проверка, хорошее мясо или нет. А не то, что ты накрутил и не подтвердилось. Тут на Алтае, кажется, 400 охотников наняли. И они в осени стреляли, говорили, птичий гриб-то. Побили сколько уток, все на исследовании. И ни одно не нашли. Ну, нет ничего, обман. Нет. А это так, корова, бешенство коров. Постреляли их из ментов, прям стреляют. Там в Швейцарии где. А теперь Англия на первое место вышла. Она теперь диктует цены. Ножки Буша. Я это знаю историю-то. Найти виновных и наказать. Как наказать? Ну, отлучить от этой должности для них это. Чтобы коммунисты, атеисты, которые были на руководящую работу, больше никогда их не принимать. Нигде. Могут только на самой ломовой работе. Вот как наш президент всегда работал. На меня покажут они. Это я говорю, ну, что-то, что больше этих глупостей, ни суразис у нас не было. Ну, совет могу дать. Так, я спрашиваю, какого-то хамейнии там, разные приехали имамы. Скажите, у вас в пьянке сколько погибло людей? Они говорят, ни одного. Как ни одного? Ну, ни одного нет. У нас тут 1300 лет и ни одного. И никогда не было. Ну, было. Как? Сразу казнили в этот же день. Их проверять даже не надо. Он пьяный. В Таиланде там, видно, привязанный стоит, его порят. За рулем пьяный был. И у него как дергается задница, кровь течет. И ролик стоит. Сейчас поркотерапия. Профессор Пилипенко лечит. Аргументы и факты показали. Но в Сибирске и других местах. Только поркой. Больше никак. И какой розги взять на основу. Чтобы это было и в школах. Да спустили, что непочтение ко всем. Что нужно сделать начальствующим? Вот теперь из этих, которые подрастают, будут начальники. Они говорят, да плохо тот, который не мечтает стать генералом. Я немножко, чуть тоже в стороночку скажу, слово мечта, как смотрится. Оно в Библии, в канонической, не канонической, встречается только 13 раз. И ни разу положительно. Мечтатель Кремлевский, как Уэллс писал об этом. Убийца главный палач. Псалом 72.20. Как сновидение по пробуждению. Так ты, Господи, пробуди вы их, уничтожишь мечты их. Что они думали, вот будем делать, там, войдем там, европейское содружество. Повоюем с соседями, там, захватим что-то у Грузии. Ну, то есть, то, что есть. Вернуть это назад. Нам ничего не принадлежит, кроме Крыма. Крым всегда был российский. Я вам на один день должен все сказать. Слушайте внимательно, депутатам говорю. Господь уничтожит мечты. Иуда 1.8. Так точно будет сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и заслоят высшие власти. То есть, чтобы больше этого не было. Мужеложество приравнивается к смертному греху. И выжигать тавром железным лоб и подземелья. И чтобы работали в рудниках. Это правило истинно великого, канонизированного, к слову сказать. Почему? Потому что на них огонь Божий. Из-за них может вся страна сгореть, а не гей-парады. Римлянам 12.16. Будьте единомысленны между собой, невысокомудрствуйте, но последуйтесь смиренным. Не мечтайте о себе. Я помню, где-то в 91-м году или 92-м, тут где-то так вот, экзамены по истории были отменены во всей России. Почему? История страны чудовищно искажена. Газета «Известия». Чудовищно искажена. Самые негодные люди, вы считаете, и какие меня спрашивают? Ну, кто научитель, учились историки. Это самые-самые негодные. Они ни к чему. Совершенно ни к чему не годны. Запретить компьютерные игры, как в Корее. Корейский представитель здесь, я вот спрашиваю, нет, у нас это смертная казнь за это. Это хуже алкоголя. Мусульмане говорят, это шайтанья кровь. Значит так, винные заводы переделать под другое. И показать что? Насажать виноградники, дешевый виноград. Вино только для того-того там, где как лекарство. Мы не против вина, не за сухой закон, но остальное все убрать. В руки давать, допустим, одна бутылка на год. До этого достаточно, чтобы губу помочить. Я вам наказываю, страна и так вымирает. Дебильная страна делается вся. Так, табакокуряне полностью истребить. Все. Вы можете перекрыть дорогу? Конечно. Но все, вопросы, можно сказать, будут и закончены. Дальше. Давайте все вместе обсудим. Почему бреются люди? Никогда в России раньше этого не было. Как вы считаете? Я так и так считаю. Итак, на начальнице должности одно из условий, как сейчас, чтобы был без бороды, наоборот, сделать, чтобы все были с бородами, не подравнивали ни усы, ни бороду. Я уже о мелочах говорю. Вы сами потом судите. Но это очень даже много означает, как это делать. В компьютерной игре я сказал, чтобы это корейцы нам посоветовали. Мы от них взяли так. Что еще бы я мог им сказать? На первое место вывести сельхоз работы. Землю продавать не надо в частное пользование. Но она как в аренду или как сейчас принято, так и оставить. Ну и пусть работают. Упростить принятие гражданства. Принять гражданство, проверить, в несколько раз сократить. Не так там по полгода и проще. Гражданство не отнимать. Человек приехал, пусть он всем гражданством. Не заладится, мог уехать домой. Миграционную службу пересмотреть. Я сам был там, я это знаю. Сейчас скажут, я, я. А кто я? Я себе говорю. Не любят люди, я, последняя буква. Нет, я говорю, по-славянски на первом месте. Аз, Есим. Даже этого не знают. Второе Маковейска 9.10. И того, который незадолго перед этим, перед тем мечтал касаться звезд небесных, никто не мог носить по причине невыносимого зловония. Вот это ко всему относится. Их прославляют, славят, на руках до звезд привознесли. А дальше нет. Пересмотреть все. Не нужно убрать. Ну, могут же они там что-то сделать. Ни YouTube, ни другое, ничего не запрещать. Оставить как есть, но поставить такое, чтобы следили за этим, вылавливали, наказывали. Какие законы есть, оставить. За рулем, который лишается навсегда права пользования, к машине не подходит. Второе дальше решайте. А как? Ну, я вам сказал как. Как в Саудовской Аравии. Как в Тунисе. Поговорите, все равно вы неверующие. А когда будете христианом, вам это не надо будет. Вы это все найдете в православных книгах. А сегодня пока это переходная ступень. Людей надо подготовить. Серахов, 4.24. Ибо многих вели заблуждение их предположения, и лукавые мечты поколебали ум их. Предложение там сто дней президентства Ельцина, там Аркадий Гайдар, там Черномырдин. Ничего этого не надо. Надо, чтобы в основе была Библия. Библия. Если большинством здесь православное, значит православного президента. А помощник у него, чтобы ближайший был. Но президентом, он тоже может быть, может быть, решите сами здесь. Мусульманин, их много. И присмотритесь, какой у них порядок. Будьте внимательны. Наказ даю, я президент на один день. А дальше я скажу, я не отказываюсь у вас быть советником. Если ко мне будете заходить по скайпу, я им дам свои данные. Почему я об этом говорю? Я никогда не стремился к никакой должности. Никогда. Вот когда обратился к Богу, моя почти первая молитва была, Господи. Я на корабле работал, а сошел на сушу. Ну, я прорабом работал, я профессиональный строитель. Дай мне такую работу на стройке, чтобы голова была свободная. И мне дали отбойный молоток, там где-то меня трясет целый день. Ну, долбить бетон. Это очень сложно, там мозги могут в руках пойти. Оно ужасно просто. И для меня как раз. Голова свободна. Я держу, а потом окна вставлять, жилище там, проще. А голова свободна. Я строгаю, прибиваю, а сам места Писания вспоминаю и прочее. Вот я говорю о том, как молился, и мне Бог это дал. Дал он, почему? По просьбе моей. Поэтому, что начальство их испытывает, их надо проверять, смотреть. Как-то приехало начальство на стройку. Ну, какие-то предложения. Я говорю, скажите, здание небольшое, пятиэтажное. А на четвертый этаж женщины носилки с раствором носят ручную. Это как? Разве Господь так заповедовал сразу? А кто вы будете? А все говорят, да это баптист. Я говорю, нет, я православный. У вас евангельский язык. Он мне говорит. Я говорю, Солженицын еще писал об этом. Везде работают как надо. Архипелаг ГУЛА говорит, а у нас все пердящим духом. Ну, не так как бы. Ну, я просто дословно его так говорит. Почему? Потому что от натуги человека уже нижнее кольцо не держит. Вот, что бы сделал бы, бы. И что бы я ему посоветовал. Ну, о том, что сейчас есть, кое-чего бы еще коснулся. Вот на почте, возьмите как. Я бы коснулся почты. Ну, мне нужно найти человека. Вот, к примеру, сначала так. Я говорю, его звать Абдыр такой-то и такой-то. А где он? Я говорю, не знаю. Но вы хотели... Ну, как вы будете искать? Ну, сначала по странам надо разбить, на сектора. Значит, страна первая, да. Вот так, когда пишете, нужно на первом месте. Дальше. Какой район, какой город? Правильно будет? Ну, понятно. Сужать. Поиск сужается. Дальше. Какой город? Нашли. Нашли в этом городе. А теперь надо узнать, на какой улице. Теперь улица. А потом в каком доме. А потом квартира. А сейчас наоборот. Фамилия, имя, отчество, квартира, страна на последнем месте. Почтовых везде-то. Так не было никогда. Это обман. В паспорта обязательно введите национальность. Без национальности кто этот человек? А почему? Это евреям не нравится, они толкнули, и всем выбили национальность. Я знаю, от кого это из закона исходит-то. Ну, зачем так? Ты еврей, и это хорошее у тебя название, еврей. Чего ты прячешься-то? И начальники из вас хорошие. К слову сказать, в моей жизни ни разу не снятились о плохой еврей. Всегда они помогают. И такие они благодарственные. Вот ему, если окажешь где-то там, заступился, так он там не знает, что сделать где-то. Поэтому мне, банкиры еврейские, никогда не издать эти книги-то. Три года мы ездили, я только книг подарил по нашим деньгам на 35 миллионов. И одни из самых лучших помощников были евреи, которым я дарил книги. Так что я на том, что, как сказал кто-то, Россия для русских. Путин сказал, говорит, а ты, говорит, или ненормальные люди, или придурки какие-то. Я согласен с ним. Как это так? Тогда русским надо из Израиля их отовсюду выгонять. Что это такое? Бей жидов, спасай Россию. Это русское, дикое, сатанинское изречение. Придумали. Я как-то говорил об этом, когда в Одессе были гонения на евреев при царе. Царь бы вызвал, кто-то Милюков, ну кто-то старший советник. Я сказал, еще одно такое, ты на стул будешь сдернуть, повесить тебя, как Рылеева. Все кончилось бы. Но им ни поднять, ни сделать, и слушать не будут. У меня это не мечты. Я реально вижу и об этом молюсь. Я никогда не мечтаю, слово мечта не употребляю, и вы не употребляйте. Оно отрицательное. У меня опыт есть, работа с детьми, учителей, неверующих, всех из школ убрать. Всех до единого. Они только развращают людей. Фильмы разные, панографии, все. Как говорят, зло пресечь, собрать бы книги все дожечь. Вы знаете, кто это говорил. Грибоеду поклон сделать надо. Так, теперь оповестить всех. Телефоны остаются, а чтобы по многу не говорили. А как не по многу? Не больше, как две минуты. И не чаще, чем пять раз в день. Почему? Рак мозга. Я не хочу, чтобы в моем царстве люди рано умирали. А я работаю на работе, значит, придумайте как-то. Как-то переходила на стационар, придумайте что-то. Сохранить людей надо. О чем говорил Александр Александрович Солженицын. Сбережение народа. То есть, я не стремлюсь быть генералом, но за мной все время такое гонится. Люди добиваются священства, в кочегарках годами работают. Я не иду, ко мне надо приезжать, епископ, чтобы... Я приехал, чтобы рух положить вас. Я убедился в словах Златоуста, что чем больше ты убегаешь от нее. Я не то, что рядовой, они же рядового где-то. И поэтому, ну, самые такие вот, желая должность получить, тщеславная или как сказать, это военное и священство. У них от этого многое зависит. Какой приход будет, какая должность, за звездочку платят. У них профессиональное это. Откуда поговорка-то? Генералам. Не написано, кто хочет быть директором совхоза, тот, ну, проще. Нигде не говорится. Первое и главное в жизни, это еда. Второе. Господь не ходил с шкурами. Это означает текстильная промышленность. Это надо культивировать, чтобы дети знали. И третье. Адама когда выгнал, он стал искать пещеру, от дождя спрятались. Это строительство. Три. Остальные там соты, писатели там, я так говорю, с вылезанными чашками в очереди стоят, кто похлебки даст. Вот примерно программа, которую бы я успел дать за один день. Ну и сказал бы на порядок, свидетели Иеговы, которых запретили вне государства, они теперь это, отменить этот иудин закон. Они ничем не виноваты. Для царя батюшки все должны быть одинаковы, если не нарушают конституцию. В конституцию, может быть, ничего и вносить не надо. Но только вот эти все моратории снять. Раз исполнительные органы, значит, они должны исполнять за нарушение, отвечать. То есть там можно что-то сделать, даже сегодня можно сделать. А он сто человек убил, ему ничего нет, а пожизненно. А там посидел лет десять, выпустили. Пересмотреть законы. И взять в советники хороших людей из других государств даже. Обязательно взять Невзорова. Почему? У него ум есть, талант и злоба. Кое-что отсеять, а кое-что взять. Особенно, когда обличительный глаз, все брать на учет. Вот было, когда брали какого-то там, пришли арестовывать. А он кричит, слово и дело! Все, никто не имеет права прикоснуться. Немедленно уже вот это брать, вести к царю. А не подтвердиться, как Ермак, фильм, ему сразу голову отрубили. Слово и дело! То есть, я знаю, что сказать. И в чем вина. Вы неправильно судите. Ну, лишний раз никто не кричал. А если не подтвердиться? А если не докажешь? Сто процентов надо знать. Я вот показал примерно, что необходимо. Обувь женскую. Таблуки все срубить и запретить ходить. Уродовать ноги. Юбки все зашить. Шить клиния, что угодно. Чтобы этого больше не было. Это никакая не мода. Это мужеложники. Гомосексуалисты придумали все это. Убрать. И вот когда начинает главная церковь, православная, там с президентом больше этого не будет. Рядом с президентом в равной степени мусульмане, буддисты, протестанты могут быть. И сразу оповестить православных. Полностью ликвидировать всякие миссионерские отделы. Это чудовищный обман. Это самые жестокие люди. Они все плотским, невозрожденным умом пытаются советы давать. Они страшно злобные. У них железное ржавленое сердце. Это не годится. Миссия пояснить, как патриарх теперь говорю. Два человека. Посчитай Евангелие. И двенадцать апостолов послал по двое. Семьдесят избрал по двое. Александр неусыпающий в житиях. Семьдесят человек по двое. Кирилл и Мефодий двое. Моисея и Арон двое. Они не понимают, что делают. И туда ставят только явно возрожденных от Духа Святого. Водимых Духом Божиим. Избирать на это. Миссионеры должны быть. Монастыри должны быть, но не такие. Я за монашество. А какое? Чтобы монахи шли и проповедовали. Шли и несли благовестие. Радостную весть несли людям. Чтобы они не сидели. А как это? У кого делают? Свидетели Иеговы. Они отчитываются каждый год. Каждый день он должен посетить не меньше десять домов. Или пять там. И дать отсчет. Вот их тоже пригласить. Чтобы они в советниках были. Адвентисты седьмого дня. Баптисты, пятидесятники, хераризматы. Все, что были в советниках. Мы должны восстановить мир. Никуда в чужие государства не вмешиваются. Помогали, помогал. Советский Союз. Миллиарды теперь все просили. Дайте народу пожить. Пенсии восстановить. А что с депутатами делать? Ну, Сталин не воскрес. Пока еще так. Но. Издаю первый. Первый день указ. Всем депутатам назначить. В равной степени. Прожиточный минимум. Как у меня. Семь тысяч. Сто сорок один рубль. Тридцать три копейки. Все. Больше никто не имеет права получать. А остальные в стране могут. Все разбегутся. А советники, которые будут в Думе, все бесплатно будут работать. Вы принесли сокровища души своей сюда. И в равной степени президент должен склоняться на сторону правды. Рядом советники, чтобы были духовно возрожденные. А таких, которые духовно возрожденные, не так и много. А может, это монахи будут. А может, там и одумавшийся Чаплин. Я не знаю. Обязательно Андрея Кураева взять туда. Такие людей, которые Бога имеют в душе. Их видно прямо. Видно. Вот так я это вижу. Вот и все. Спасибо, Христос. Это мой избранник президента. Ладно. На один день все уже кончилось. Я ухожу. Что я еще тут не успел сказать? Можно спрошу? Ну, как-то бы все. Заступился за кого? Не знаю, наверное, это. Игнать Тихонович. А вот тогда еще два пункта. Два пункта. Как сделать, чтобы сохранить институт семьи, чтобы не было столько разводов? И что делать современным искусством? Ну, в первую очередь, развод как? Включить так, как написано в их священных книгах у мусульман. Положен на четырех жениться. Значит, мы пропадаем Евангелие. Я бы попросил всех, которые работают с ними, слово Аллах, Коран, Мухаммад, исключить из лексикона, чтобы больше никогда не произносили. Вы, Господь говорит, идите проповедуйте Евангелие, а не идите проповедуйте против ислама. Этого нет нигде. Но когда я проповедую Евангелие, говорю, Деяние апостолов, 4 глава, 12 стих, нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Так а что мы? Это ваше дело. Нет другого имени. Евангелие Атиана 3, 36. Что? Верующий в Сына Божий иметь жизнь вечную. Неверующий в Сына Божий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. И 6 глава Евангелия Атиана долбить и долбить. Он должен быть в церкви, должен причащаться. Священники, которые там бороду подбивают, или без бороды никого не причащать. Посты не из канона включить. Строжайше. И все кончится. И окажется, что верующих в России не 85%, а 5,8%. А какой вы дадите рекомендации на первое место? Храмы закрыть на один день. На один день все храмы закрыть и начать молиться. Где? Во дворе. Сразу же с мященником всех. Кто верит? Проверить его. Пройти катехизацию. Храм не откроется, пока не будут верующие. И как только увидел, что действительно верующие, одного запускать в храм. Там, чтобы было на цепи, как эта задвижка делается. Церковь обновится, как во времена гонений Деки 249-251 год. Церковь уменьшилась во много раз. И обновилась, и стало еще больше. Общемки Приан Карпагенский, говорит, Иероним Стридонский. Так, издать миллионными тиражами книгу о нравственности священства Иеронима Стридонского, святого. Вот это прям непременно я чуть не забыл сказать. Монашество, моно-один. Он один должен быть, не в куче сидеть. Идите проповедовать. А монастыри это докармливать, допаивать миссионеров старых, ухаживать за другими. Вот чем должны заниматься они. Монахи, чтобы все шли на проповедь. Учить их и посылать. А где ночевать? Где Бог даст? Под кустом калиновым. Вот как апостол шел, подражайте ему, как я Христу, как он сказал. Ну, то есть, я не патриарх, но я могу давать советы. Заходите в скайп ко мне, я вам отвечу сегодня. Как бывший патриарх. Я тоже на один день согласился быть патриархом. И как к президенту можете обращаться. Сейчас тысячи матерков в мой адрес пойдут. Так, Государственную Думу понятно как? Не распускать ничего. А наклад. И никаких прибавок не давать ничего. Прошлое уже не вернешь, они проблудили. Деньги не вернуть тебе. С сегодняшнего дня. И кто будет тогда голосовать? Кто будет врать, обольщать народ? А не выполнил обещание, значит, везти его куда надо за это и пороть. Как русского мужика, как Федор Карамазов говорил, пороть надо. Пилипенко в город Новосибирск. Ну как? Ну как? Радикально, но по-другому, видимо, никак и не исправить. Это мне нравится. Кое-что взять из законодательства Петра Первого. Кого он на таможню ставил, говорит. Поставить, говорит, туда таких-то, таких-то. Назначить оклад самый низкий. Эти, говорит, псы сами себя прокормят. Вот и все. И ходит, выходит по бумажке, считает он. Чтоб больше бумажек не видел, говорит. Говорит своими словами, чтоб дурь каждого видна была. Дурь каждого. Там один, может, Жириновский останется. Он умница такой, но собой не владеет, как бесноватый ведет себя. Ясно. Ну что ж. Программа сильная, Игнат Тихонович. Давай под вопросы, Юрий. Вас Викторович величать? Викторович. Викторович. А то, как так, Юрий, 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 Юрий Викторович. Давайте. Ну вот, собственно говоря, Игнат Тихонович, вопрос-то, а как быть с искусством? Какие цезарские отделы делать? Либо худсоветы собирать, вот как было. Либо что делать-то с художниками, с людьми искусства? Так, я тут тоже маленько касался этого дела. Теперь у русских как быть с женами и прочее это. Как церковное правило гласят. При живом муже, если выйдет, называется прелюбодейкой. Ей никуда в ходу нету. Это надо отдельно обсуждать. Причина развода одна. А их патриархии сегодня 12 причин нашли. Разврат. Самоубийцы отбивать, все идут, чтобы нулей было больше. Это прекратить. Всякую торговлю из храмов убрать, чтобы духу ее не было. Вот и все. Ну, перешерстить это надо комки эти. И сразу обстановка меняется. А как? Ну, а как это будет? Езжайте в Потеряевку, посмотрите как. Ну, 27 лет у нас с тарелкой ни разу не прошли. Свечи не продают. Чистые свечи должны быть восковые. Мы покупаем воск на пасеке. У знакомого, который нас знает, пчеловод. Вот это Серафим Царовский говорит. Благоуханя с разных цветов идет где-то. Ну, во всем. Приехайте, посмотрите, как у нас люди одеты. Какой по старинным, древним, старинным, благочестивым обычаям. Вы же видите, как у нас одеты. Девочки не по-старообрядчески полголовы открыты. А у них так принято. Ну, как принято пусть, но они должны знать. Никому я не навязываю ничего. Я только говорю. Согласно своих правил, канонов, поступайте, чтобы вам совесть вас не мучила. А потом дальше работайте. Мусульманам не лезьте. А у них шариат. Поступайте по шариату. По их вере. Они согласятся. Я знаю, двумя руками проголосуют. У православных каноны. Книга правил. 719 правил. Из них 413 ежедневно нарушаются. Я 3 года этим занимался. Православия-то фактически никакого нет. Которые не в полное погружение, не в крещение. Они должны быть крещены заново. В полное погружение. Священники должны быть запрещены, которые безумствовали. Там показывает один крещенник. Ребенка вот так вот бьет. Вода вся разлетается. Его запретили сейчас там. Как будто он убить решил ребенка. Это вообще ужас какой-то. Вы не видели этот ролик? Нет, не видел. Я вам постараюсь найти его. Он эфир весь заполнил. Ставрополье. Купель большая. Он вот так ребенка держит. Он в воде ребенок. И вот так вот отдавит. И вода вся выливается из этого. Опять ребенка вот так вот. И как будто убить хочет. Не погружение, а именно умерщвление. Как об этом Ломоносов писал Михаил Васильевич. Кресят в холодной воде, говорит. Чтобы сразу отпивать было. За что деньги взять? Нет. Так, теперь об искусстве вы спрашиваете. По женам определенно вот это держать так. При живом выйдет. А как? Дальше вне закона. Вы как хотите. Вам нужно где-то так-то. Это, в общем, мусульман. Мы кое-кого, говорится, потеряем. Это ничего не значит. Вам нужно много жен. Но мусульман-то не просто женись. Дети есть. Он должен заботиться о них. Он должен содержать их. Кормить. Она не должна идти куда-то работать. То вот с ними надо поближе познакомиться. Это я, мусульман, знаю где. Почему они ко мне так относятся. Как я в Чечне у них там, в Грозном молился. Где? В мечети. Я зашел. Они между намазами сидят там. Эти ваххабиты. Кто они там? Без усов. Ребятишки, мальчики только. Девочек ни одной нету. Я знал. Я зашел. А носки-то рваны. В носках я разулся босиком. И посередине встал. И давай кланяться и молиться. Я понимаю, какой вокруг. Но не говорят ничего. Я последний поклон сделал, как они. И давай молиться о мире. И Чечне и всем. Когда встал, говорят, в три кольца вокруг меня стоят. Они рядом. Это надо видеть было все. Как Бог делает. Как общий язык. А я не находил. Бог находит. И вдруг меня спросили. Я стал говорить. Так они руку пожимают. Они меня провожают. Ни одного не осталось сумрачным взглядом. А нам говорили. Мы в Чечню не ездить. Это мусульмане только головы режут. Вам-то все равно. Вы хотите мучеником стать. А этих-то за собой тащите за всем. Зачем? Три раза были. Чечня из самых лучших воспоминаний. От Рамзана Кадыра у меня благодарность. Это что-то стоит? Я ему книги подарил. От Лукашенко у меня. Прямо на бланке президентском. У меня много благодарностей из Сербии. Ото всех странах, которые ездили мы. Вот сейчас по-американски-то я скинул. Посмотри. С американцами тут разговор в видео. Может быть даже могли приехать. Их обманывать на каждом шагу. Ну это другой вопрос совсем. Ну так, давай теперь по президенту моему. Что бы ты хотел сказать под вопросы? Пока ты раскачиваешься, я еще вернусь. А об искусстве. На этот вопрос скажу так. Все, что не вопреки из Святой Библии. В Новом Завете. А евреи скажут, да камын в Новом Завете, делайте по-ветхому. У них прекрасные перцы есть, хорошие художники, то другое. Что у вас есть? У русских, естественно, кого смотреть. Вот это и рисуйте. И фильмы, и все остальное должно быть целомудренное. А в школах вести обязательно порку. Как в Англии проголосовал парламент, ввели обратно. Потому что никакой управы нигде нету. Тогда стрелять не будут. Вы фильм «Класс» видели? Класс, класс, класс. Вы смотрели на документальной основе, как в школе перестреляли класс. Обязательно посмотри. И сейчас послесловие идут документально. Что было потом с родителями. Ну, над ними издевались два пацаненка. И они тогда взяли оружие, там, от отца вытащили. И пришли в класс, в столовье расстреляли их всех, главных своих. Посмотрите. Очень хорошее. И послесловие там, послесловие там в виде фильмов идет. Кажется, уже семь поставлено. Класс. А деточки видели? Да, да, да. Ну, там, когда дети взяли власть в свои руки, это никуда не годится. А здесь, именно, чтобы не допустить до этого, когда учительница уже спустя годы, там, второй фильм. И она говорит, да, в школах бывает один, бывает два человека, мальчика, ну, которые пытаются там руководить, там, ну, вот так. А здесь я понять не могу. Как же так? Я же у вас занятия вела. И весь класс такой оказался подлый. Весь. И она одна стоит у доски плачет. Только одна девочка подошла, которая не поддалась. И она вывела все наружу. Их хотели обвинить, которых стреляли-то. А теперь увидели, что они делали. Они им половой орган в рот толкали. И всякую пакость сделали. И все это засняли. И пацаненок, который снимал, спрятал. Она его посетила. И стала говорить, и ты туда же. Ты же знаешь, что они лгут на меня. Все. А ее как слушать? Доказывать. А он ее, следователь, допрашивает. А его сын и виноват в этом. Он как раз снимал. И он тогда сказал, есть. И отдал. И все опубликовали. И виноваты оказались убитые. Класс. Обязательно посмотреть надо. Так, теперь по искусству я сказал, как есть. Ничего нового нету. Придумывать не надо. Ну, может быть, каких-то компьютерных рисунков можно делать. Тут надо смотреть со специалистами. Что побегли, я могу сказать. Как образец это Гюстав Доре. Как Репин. Поленов. Суриков. Ну, у нас сколько таких поэтов. Куинджи, возьмите. И Калайгетам, и все. Просто, ну, много. Много. Вот это надо смотреть. Искусство и все есть. И музыка. Музыка надо смотреть. Вот как я. Я мало разбираюсь. Вот Пятая симфония Бетховена. У католиков, это все знаем, Баха. Там по Ивангелям от Матфея у него. Страсти Христовы. Органная. Это все, конечно, на первое место выдвинуть. С благодарностью Богу, что такие люди были у католиков. Никакой войны, никакого поношения, чтобы не было. Доказывать. Прямо доказать. Исторических пактов не бояться. Приводить. Да, была инквизиция. Да, 12 миллионов унесла. Ну, у русских было тоже. И показать, когда казнили стрегольников. И у действующих, жидовствующих называли. Ничего не доказано. Чтобы этого не было. Никакого насилия. Здесь заобразить взять Константина Великого. Православные пришли только к власти. И сразу рапорт. Арестовать еретиков. Арианы сослать. Он говорит, нет, сидите за столом и доказывайте. Тюрьмы закрыты. Все. А он язычник был. Он перед смертью только окрестился. Константин Великий оставил прекрасный пример. Перестал петь и прочее. Князь Владимир. Смотри, как он. Смотри, как он. Вел десятинное церковь. Так, говори. Илья Тихонович, ну, все-таки у нас страна, большая, богатая, в том числе и недрами. И поэтому, если принять ту программу, которую вы предлагаете, то, соответственно, у нашей страны, как и всегда, возникает очень много врагов. Хотя очень много и друзей тоже присутствует. И поэтому Господь говорит, если можете, конечно, будьте со всеми в мире. Но не всегда так получается. Потому что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого бы поглотить. И поэтому, конечно, согласно со Словом Божиим, как быть христианом? Потому что нам говорится, что наше оружие, наш меч – это Слово Божие. Поэтому как же нам оградить наши богатства, наших людей, наши границы? То есть это вопрос о воинстве, Илья Тихонович. Проповедь. Всеместная и всех. За основу взять Деяния апостолов, 8 глава, 4 стих. А рассеившиеся ходили и благовествовали. Люди нерадостные. И особо обратив внимание на старообрядцев. Помочь им выйти из этого состояния. Чтобы у них были проповедники. Это настоящая церковь. На меня как-то вывести по старообрядству, с Михаилом Домничным побеседовать. Он же к старообрядцам древнеправославным вроде примкнул. Ну, может быть, кое-что не знает. Я не знаю. Он хороший человек. Если у него есть желание, по старообрядчеству побеседовать. Это мои корни там. Я покажу, на что обратить внимание, чтобы он работал. Там нужны более решительные реформы. Это не реформы даже. А вернуться к первоапостольским, евангельским временам. Это не реформы. Это возврат к потерянному. Идет, говорит, и ищет потерянную драхму. Потерянная драхма у нас оказалась тысячу лет. Приехали с чем они сюда? При епископе Михаиле Первом на России. С лопатами, сундуки Ладана. После обеда пообедали, пошли копать киевские горы. А почему, я спрашиваю, когда Бог делил землю, 12 колен, а только на 11 шестей разделил. Почему? Левину, наверное, недавно. Потому что они даже размахивали сердца людей. Распашите на вины. На вины там, где не было. Вот что нужно делать. И поэтому православие, конечно, не будет фиктивное. Конкретно. Нам есть что показать. Я говорю, у меня будет открыт музей, если, чтобы помогли мне. И покажем, как образуют лагеря без помощи государства. Если бы я был виновен, со мной бы разворались. По три уголовных дела в год против меня возводили. И ничего не могли сделать. Даже ФСБ подключили. Ничего не могли сделать. Почему? Нарушения ни одного не было. Была одна ложь. А я без помощи государства. Тысячи детей подняли. Тысячи. Да в любом государстве был бы рядом с президентом. А тут вызывают, президентом будет. Согласен. На лицо. Вот напиши там Путину или где-то Википедию. Вот так. Ну что, Женат Тихонович. Очень интересная беседа. Потому что темы очень не просто серьезные, а фундаментальнейшие темы. Которые очень так вот, очень хорошо обстоятельные. Действительно не просто с отрицанием воздуха. Очень интересная и, как кажется, в общем-то, ведь и выполнимая программа. Это на самом деле стоит захотеть. Ну и, конечно, все эти, какие там называются, где педикюры, маникюры делают. Магазины все закрыть и убрать, чтобы не было. Русская женщина и так красивая. В этом не нуждается. Златоуз говорит, тем безобразнее тебя видно, говорит. Что тебе не хватает. Бог не дал красоты, на полтинник не купишь. И Фрейм Сирин говорит, для чего краситься? Чтобы завлечь чужого самца. Вот весь ответ. Поэтому я и сказал, советники избрать буквально всех. Обязательно, чтобы были все религиозные течения, которые пожелают. Даже этого, который я не расположен, к Алексею Лидияеву. Ну, всех я могу их перечислять. Это независимо от этого. А если они пожелают. И чтобы реально, конкретно было, и там комиссия, которая примет что-то, тогда до президента доложили. Чтобы они были все духовно рожденные. Повторяю, в православии закрыть торговлю, миссионерский отдел. Это самых жестоких, непримиримых, как банда какая-то. Они не понимают, о чем говорят совершенно. Они пытаются в душу залезть через мирские науки. Самые жестокосердные. Те, которые или состоят, или были в миссионерских, лживых этих миссионерских отделах. Все. Что интересно. Из-за рубежа там люди заходят. И которые на меня нападали, все люди, которые не расположены. Их блокирует начало какая-то организация. Этих врагов моих. Вот все настолько интересно. И написано, на территории не разрешается это показывать. Которые на меня нападают. А наши свободны. Я все время молюсь, Господи, эти враги, которые, помилуй, пощади их, дай мне любовь к ним. Боже праведный. И в судный день не помяни им безумие их. Они не знают, что худо творят. Мне-то никакого вреда нет. На меня написали статью, и Быков, этот писатель, Дмитрий Львович, приезжал в Потеряевку. А я когда пришел занятие вести в ЭГТУ, а проректор по учебной части, Стенкин Борис Васильевич, и говорит, а в собеседнике там журналистмена, а там собеседник от него, дочерник какая-то, журнал идет, цветной. Про вас статья такая. Я говорю, и что там? Да не понял, говорит, даже. Он пишет как бы правильно, а потом, Александр Львович, вы поезжайте в Потеряевку, там построено общество по вашим лекалам. Но мы не по его лекалам, по Евангелию. Я вот когда считаю сейчас, к слову сказать, про Солженицына, и что говорят, архипелаг ГУЛАГ неправильный. Это самые лживые люди, каких земля держала только. На мертвом пытаются плясать. Ему не было равных. Это единственный писатель со времен Достоевского. А в плане разоблачения этого режима ему вообще равных нет. У него 300 свидетелей, которые подавали, где они были. А Шаламов Арлам, вот это Шаламов, он написал и все. Перестройку что перевело? Это гласность и архипелаг ГУЛАГ. Это Солженицын и Горбачев. Я везде говорю, ну ладно, это так-то, говорит. Солженицын понятно. А Горбачев, это что вы считаете? Я говорю, он Христос. Как-то Христос? А смотрите, Кир, царь, скажи помазаннику моему. Иеремия говорит, помазанник означает Христос. Он раскрепостил церковь и анекдот. Он говорил часами, ну как об этом, вареников говорил генерал армии. Часами говорил, не знаешь о чем. Он всех нас обманул, 18 миллионов, последнего по спине поколотил и столкнул. Они знали кого? Это выдвижение с Маргарит Тэтчера, она его сосватала. И он живой еще сегодня. Мы всегда за него молились. Это он помог развалить эту империю зла и лжи. Но оттуда с тех времен кое-что можно взять сюда. Бесплатное образование, медицина. И из Юганова обязательно взять советники. Геннадий Андреевич, обязательно. Потому что у него бывают такие дельные. Он сейчас обманывает, но говорит-то о хорошем. Они ничего не выполнят. Никого близко к себе, ближе не приближать. Пусть на равном расстоянии идут. Для царя-батюшки они все одинаковые. У патриарха, конечно, только православные. А это в государстве, я говорю. Оно много конфессиональное, как говорят. И никому не запрещать, если не приносит вреда никакого. Вот свидетели Игова, они прекрасные труженики. Хорошие семьянины. За что? А они кровь не переливают. Без переливания крови, которая меньше умерла, чем через переливание. В Елисте, в Калмыкии. 470 детей заразились ПИДом через новые шприцы. Это как? А у них, да еще неизвестно как, они умерли. Переливание, может быть, и тоже умерли бы. У свидетелей два человека. Это Дворкин лжет. Дворкина немедленно уже, говорится, в кандалах отправить в Америку обратно. Или в Израиль. Откуда он явился? А так главный, который людей натравили друг на друга. Нигде лжи не допускать. На первое место вывести. Статистики, где угодно, сразу же крест ставить на этой кандидатуре. Всякая лошадь дьявола. Евангелие от Иоанна 8, 44. Всякая неправда есть грех. Суды все пересмотреть, где безбожники были. Сколько слез и горя там. Взятка хоть одна будет. Мусульманам сразу отдавать православные, неправославные. Сразу отдавать подшарят его. Чтоб китайцы были здесь. Советники от них хорошие. Как они сумели в такой стране? Вот нас ездили двое на велосипедах. Вернулись и их спрашивают. Как интервью. Что запомнилось? Запомнилось то, что велосипед, говорит, оставляем прямо на остановке и никто не возьмет. Вот что. А нам Китай лезет сюда. Но у нас земли-то пустующие сколько. Конечно, вырубают там леса, где прекратить это. Что заражают Байкал, прекратить. Все-таки за землей надо смотреть, а не просто рвануть и поехать. Чтобы нитратами здесь не пользовались. Отравляют народ. Это прекратить. Сохранение народа. Никогда его уже больше не быть. Была статья в комсомольской правде на развороте. Если большевики не победили такими буквами. В 18-м году, в 17-м, нас было бы 650 миллионов. А сейчас и 100-то не наберешь. Со всеми мигрантами и мигрантами там 145 что ли. Вот и ответ. То есть боль чужая моей болью сделалась. Вот отсюда все идет. Я вошел туда. Я увидел хорошее. Как много хорошего у Бога везде. Притом везде. Возьмем баптисты. Как они любят, понятно, петь. Почему эти песнопения-то не взять? Ну, не в храме. Где-то показать своим-то. Да, у них нет священства. Начать работать, чтобы приняли епископата и стали церковью. Они ближе всего к нам. Нельзя вот так вот. Чуть не по-моему, начинают сразу хватать и душить. Нас Бог пока милует. Но доберутся и до нас. Мы будем молиться, что это случится не скоро. Но на все воля Божьей. Вы знаете, я вам по-хорошему, не то что завидую, а почти завидую. Что вы имеете доступ там. Я же, представьте, одновременно, в день я в трех университетах, там, радио. У вас доступ, какой у меня был. Вы счастливый человек, Юрий Викторович. Ну, помолитесь, Игорь Тихонович. Сегодня как раз вечером у нас занятия. Сейчас буду готовиться. Старайтесь многое взять у отца Геннадия Фаста. Все подряд у него идет. Какой он умница. Сколько ему Бог открыл. Вот нас Бог осчастливил, что мы его любим. Ну, под вопрос это где? Ну, Игнат Тихонович, итак, таким широким бреднем прошлись по такой программе. Ну, давайте пока поставим многоточие на этом. Согласен. Все тогда? Все. С Богом, Игнат Тихонович. Спасибо, Христос, за беседу. Благодарю. За доброе слово. С Богом. Летом к нам улетишь.